Неделя в экспресс-режиме и творческой атмосфере. Сотрудники Театра нации в рамках проекта «Территория культуры Росатома» организовали творческую лабораторию. Саров стал 11-й точкой, куда отправились кураторы, молодые московские режиссёры, театроведы и критики. События лаборатории посетили более 500 зрителей, что стало рекордом среди всех атомных городов. Полтора года театр нас ждал, насколько мы знаем. Потом к тому моменту, когда мы приехали, все были заряжены, все понимали, о чём идёт речь, все понимали, что такое вообще проект лаборатории. Поэтому от директора театра Марина Владимировна до всех цехов театра все активно участвовали и работали с 9 утра до 10 вечера. И, конечно же, все работали на общий результат. Молодые московские режиссёры Антон Морозов, Алексей Золотовицкий и Алексей Кузьмин Тарасов совместно с Саровской труппой за короткий срок смогли создать эскизы новых спектаклей. К примеру, «Залечь на дно в брюгге» по пьесе Мартина Макдонаха многие знают как кинокартину. Впервые на сцене театра её поставили именно у нас в городе. У меня сейчас жизнь связана, естественно, с кино. И я ни разу не ставил сценарий на сцене. Мне захотелось это сделать. И я очень, естественно, любил этот фильм. Прорестал, посмотрел, что, по-моему, даже нигде не было постановок. И фактически это здесь первый раз. Поэтому захотелось взять это. Он хулиганский. Вокруг нас так много серьёзного, что мне так хочется похулиганить чуть-чуть. Лаборатория стала местом для творческих экспериментов. Материалы, детали и подход к постановкам менялись на ходу. Эскиз шатуны по роману Юрия Мамлеева, который показали в подвале театра, стал для зрителей, актёров и режиссёра Алексея Золотовицкого выходом из зоны комфорта. Кто-то был в восторге, а кто-то не оценил чёрный юмор про маньяков и убийц. В каком-то смысле подстраиваться под зрителя взалечь на дно в брюге пришлось и Алексею Кузьмину Тарасову. С недавних пор нельзя использовать ненормативную лексику, а она там очень важна. Это тот момент, когда очень-очень важно. И когда мне хотелось всегда больше, не потому что хотелось, чтобы персонаж больше ругался, вот приехал, вот так надо, чернуха, а потому что это очень смешно. Это очень смешной текст. Вот в этом я себя ограничивал. А в остальном я старался максимально получать удовольствие. Эскизы лаборатории показали, что современный театр многогранен и неоднозначен. Тем и прекрасен. За неделю саровские актёры получили невероятный опыт работы с абсолютно разными постановщиками и знания на мастер-классах по речи от Светланы Ивановой Сергеевой и принципах коллективности в театрах 80-х, 90-х и 2000-х от Анны Ильдатовой. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.